Всем привет! Приехали наши красавцы из питомника Оскан Тиндер. Такие вот красавцы без опрелостей. Грунт влажный у 22 горшка и вот обратите внимание, в некоторых горшках присутствует удобрение питомника Оскар Тиндери. У 22 горшка, как я уже говорила, всегда высокий штамп и грунт всегда тяжелее. Все, практически все цветущие, замечательные. 20 горшок небольшие, сантиметров, наверное, 40 по высоте. Грунт у них кокосово-торфовый, как я вот обычно говорю, он влажный, но, скорее всего, влажный по причине конденсата. В большей степени, я думаю, что причина в этом. Как правило, они не поливают перед отправкой. Грунт влажный, значит первые два дня мы его просушиваем, поэтому первые два дня мы отправляем фото и ставим на отправку. Кто-то лысый, кто-то, даже цветет, кто-то с плодами. Все по-разному, как я уже говорила, питомник отличается, растение из питомника отличается тем, что они всегда могут иметь разный вид. Прививки небольшие, с молодыми приростами. Собственно говоря, вид очень хороший. Вид хороший. Кто-то побольше, кто-то поменьше, но тем не менее, как бы, наверное, может парочку там совсем лысых, прям совсем. Но состояние, состояние хорошее. Вот такие приезжают цитрусы из питомника Оскар Тинтери. Напоминаю, что завтра нас ограничили в сроках. Завтра и послезавтра, 22 числа, мы отправляем списки на новую поставку. То есть кто не получил свои растения, оплатил их зимой, не переживайте. То есть мы ждем, в любом случае, в течение сезона нам обязательно прививки эти дадут. Будем заказывать ежемесячно, не переживайте. Пишите, оставляйте свои заявки, кто пожелает. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, имейте ввиду, то есть 22 горшок примерно выглядит вот так, 20 горшок выглядит вот так. То есть имейте ввиду, то есть это небольшие растения. Они могут быть вот такими, а могут быть вот такими. Мы не знаем, мы получаем кота в мешке. Я имею ввиду в плане того, что мы не имеем представления, как они выглядят. Поэтому каждый раз, когда приезжают к нам растения, мы вам показываем, чтобы вы понимали и примерно оценивали, как это все бывает. Но, слава богу, как бы растения хорошие. Какие-то сорта нам дали, какие-то не дали. Ну вот, ждем следующую поставку. Она у нас уже в начале апреля. Всем добрый день, дорогие друзья. Цитрусмикс вас приветствует. По просьбе расскажу об последнем питомнике, из которого приехали наши растения. И, в принципе, наверное, обобщу информацию о цитрусовых, о питомнике и, наверное, развею ваши мифы, вернее, миф интернета. Опять-таки же, это, повторяюсь, мое сугубо личное мнение. Я вам рассказываю относительно своего видения, насколько обладаю информацию непосредственно, общаясь с питомниками, общаясь с растениями. Все, что я буду рассказывать, это лично мое сугубо личное мнение. И я имею право на него, потому что оно обосновано. Как я вам уже показала, приехали классные наши классные цитрусы из питомника Оскар Тинтери. Они приехали просто обалденные, невероятно классные, реально очень красивые, сказочные. Я, конечно, переживала, что будет хуже, но я очень довольна, потому что, зная, что в питомнике обычно отправляются молодые прививки, но в этот раз как бы меня очень-очень все порадовало. Поэтому, дорогие друзья, кто желает присоединиться, во-первых, у нас есть цитрусы в свободной продаже. И плюс ко всему, еще раз напоминаю, что мы 22 числа отправляем сбор на новый заказ 3 числа. У нас 3 апреля приедут новые растения из питомника Оскар Тинтери. И теперь, что я хотела? Я вам хотела рассказать по просьбе очень многих про питомник. Опять-таки, друзья, когда вы спрашиваете, из какого питомника приехала, скажем так, мы не всегда будем говорить, из каких питомников, потому что есть на то причины. Когда будет возможность, конечно, будем рассказывать о питомниках, из которых мы привозим. Это, в принципе, не секрет. Опять-таки же, питомники все разные, все классные. И сегодня мы поговорим о нидерландском питомнике. Квикери. Джон Джерлинг. То есть можно, я вполне возможно, я прям даже не буду утверждать, с произношением беда, потому что по нидерландски я не говорю. Это питомник в переводе означает детский сад. Это питомник голландский. Нидерланды. На бирках указано. Питомник очень-очень своеобразный, очень интересный. Как раз поговорим о бирках. На бирках, как я вам всегда показываю, конкретно говорю. Друзья, все наши растения приезжают из Италии, Испании и так далее. Мы смотрим на паспорт, который у нас всегда есть. И смотрим страна-производитель. В данном случае я вам показываю, что на бирке стоит паспорт и производитель Нидерланды. Но! Но! Есть такое но. Я вам покажу сейчас еще раз. На растениях, которые приехали на горшках, стоят паспорта, в данном случае чиноты. И на нем стоит Италия. Это о чем говорит? Это говорит о том, что этот питомник, нидерландский питомник, закупает растения из Италии. То есть цитрусы они привозят из Италии. Категория, есть у них категория А и категория В. Первая и категория 1 и категория 2. А1 и А2. А1 это вот как раз наш вариант. Вот эти наши растения с плодами качества. То есть это высокое качество. И категория А2 это категория, когда есть какие-то отклонения. Либо нет плодов, либо повреждения какие-то. То есть вот о чем мы всегда говорим. Карай и тому подобное. В Нидерландах у них есть классификация. Они классифицируют именно в этом питомнике. То есть есть качество и разное качество. Соответственно стоят разные деньги. То есть категория А1 это растения дорогие. Поэтому когда приехали растения, я вам сказала, что приехали из этого питомника дорогие. И вопрос многие задают по поводу того, что зачастую приезжают и покупают цитрусы из этого питомника. И они очень классные. И они показывают хорошие результаты. То бишь цветут хорошо, растут хорошо, плодоносят хорошо. Да, потому что это категория А1. Соответственно у них и ценник выше. Далее, что касается бирки. Почему я держу бирку и вам показываю. То есть мы видим, что здесь на бирке указано свойство, средство ухода. То есть солнце, свет, умеренный полив и нельзя кушать. Подкормки. Там подобная температура. И зимой мы держим в квартире, в доме. То есть не на улице. Самый низкий температурный режим плюс 10. Термометр показывает. И идут подкормки. Подкормки, по-моему, один раз в месяц. По-моему, я так, насколько я понимаю. И как раз на бирке указано, что плоды нельзя. То есть плоды несъедобны. Почему? Я об этом говорю неоднократно. Я говорю об этом тысячу раз. Опять же, это сугубо лично мое мнение. Потому что основанное на тех событиях, которые я знаю, в которых я в курсе интересуюсь, и тому подобное. Плоды съедобные. Никаких фитогормонов. Что значит фитогормоны? Что такое фитогормоны? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Так же, как и Европа, европейцы, итальянцы. Они не понимают, когда им задают вопрос, что такое фитогормоны. Все то же самое, чем кормим мы. Все то же самое, чем опрыскиваем мы и поливаем мы за исключением. Я говорила, как попугай говорю, что не обрабатывают они химию. У них это запрещено. Уже три года запрещено обрабатывать химию. Химозы они не обрабатывают. У них есть определенные нормы по уходу за растениями. И сейчас мы об этом поговорим. Что касается плодов. Плоды, почему указано, что плоды не съедобны, говорится только потому, что в Европе четко контролируется этот процесс. Судебное разбирательство там жесткие, не как у нас. То есть, если у вас есть аллергия, а вы об этом не знаете, вы съели плод, у вас высыпало, вы пошли сразу подали в суд. В России кто-то этим будет заниматься? Никто. А в Европе каждый второй подает в суд на питомник. Начинаются тяжбы процессы. Питомник этого не хочет. Поэтому он предупреждает, что плоды несъедобны. Конечно же, они съедобны, абсолютно съедобны. И мы вам показываем, дегустируем. В который раз никто у нас не умер, никто не отравился, и не было ни расстройства желобота, ничего абсолютно. Потому что они абсолютно съедобны. Я вам говорила и показывала. Буквально вот последний ролик был, когда плод отвалился. Это о чем говорит? Что если даже на растении, пока оно едет, перемещается, плоды подгнивают, это говорит о том, что они никакие не обработаны ни гормонами, ни химозой, ничем. Потому что иначе бы они висели, как на картинке и висели-висели. Никто бы не гнил, не прел, не портился. Вы прекрасно знаете, что яблоки на деревья растут и червяких едят. Это о чем говорит? Значит, они абсолютно съедобны и ничем не обработаны. Тут то же самое. Никто ничем не обрабатывает, никакой химозой. Что такое цитокинины, гормоны и тому подобное? То же самое, что делаем мы. Стимуляторы, адаптогены. Все то же самое. Все абсолютно то же самое. Вопрос. Почему у них обильно цветет? Почему у них обильно плотоносит тот же кумкват, весь усыпан? И почему у них вот такие шикарные листья? Друзья, я вам миллион раз рассказывала, говорила о том, что у них есть солнце, у нас его нет. У нас нет солнца. У них есть солнце, благодаря которому такая листовая шикарная пластина. Растения даже из этого питомника выращиваются в Италии. Я вам показала, что компания, вот в данном случае вот эта компания, она имеет свои теплицы на территории Голландии, куда привозятся растения с Италии. У них есть свои питомники, в которых они производят закупы. Они закупают в Италии класса А1, то есть, естественно, по другим ценам, другой ценник. Они закупают эти растения, привозят к себе, ставят их в свои теплицы. Соответственно, расход, свет, вода, как я уже говорила, который мы не считаем. Свет, вода. То же самое, что у нас. Вот мы привезли, поставили то же самое. Свет, вода, от вредителей, адаптогены, подкормки и тому подобное. Плюс люди, которые работают, ухаживают и тому подобное. Аренда, налоги и все прочее. Поэтому у этой компании ценник возрастает. То есть, он стоит, растение стоит гораздо дороже. Поэтому, когда растения приехали, я сразу вам сказала, то есть, если вам нравятся эти растения, мы будем привозить из этого питомника без проблем. Да, они качественные, да, они класса А1. Соответственно, вы видите, что они все цветущие, все прям все цветущие, все просто обалденные. И вы видите, что они с плодами. Соответственно, как бы вот за это берет компания деньги. За то, что они гарантируют качественный продукт, то есть качественный цитрус. Далее, компания закупает в Италии, привозит и продает. Если вдруг у них там есть переизбыток, либо что-то произошло с растением, они могут с аукциона продать это дешевле, как за цитрус класса А2. То есть, гораздо ниже уровня. Такое тоже бывает. Но это достаточно редко. Либо, когда они привезли много и, соответственно, как бы это все нужно куда-то продать. Тогда они могут понизить цену. Но это бывает исключение. Что касается, опять же, возвращаясь к теме, почему все-таки, да, вот эти усыпанные кунгваты, вот эти усыпанные плодами цитрусы, почему в наших условиях они не такие? Потому что начнем с того, что я всегда приравниваю цитрусы к человеку, к нам. Каждый раз. И сделаю то же самое в сравнении сегодня. У каждого из нас есть свой режим, свой распорядок. То есть, утром мы встали, кто-то вообще встает по звонку, по будильнику, соответственно, привыкает со временем и уже встает без будильника, как по часам. Это привычка. Далее, питание. Кто-то питается правильно три раза в день, понемножко, частями, с перекусами и так далее. При этом абсолютно ведет здоровый образ жизни, то есть, занимается спортом, чувствует себя прекрасно, здорово, пышущий, худенький, стройненький, классненький, с прекрасным цветом лица. А кто-то, ну, собственно говоря, мы тоже любим баловаться с булками, не соблюдает правильное питание, а живет хаотично. Захотела я сегодня, это съел, поехал я. Гамбургеров наелся, бургеров наелся, еще чего-нибудь. И начинается тут проблема, там проблемы. И все в таком духе. Соответственно, если мы берем двух разных людей и видим совершенно разную картину. Абсолютно здорового человека и, так скажем, аля немощного. Ну, условно, я не буду там никого обижать, в том числе и себя. Ну, любим мы. Ну, вот я сладкоежка, я обожаю сладкое. И вот я понимаю, что нельзя, что много, но бывает, что не остановить, особенно, когда мы в расстроенных чувствах. Но здесь не должен работать вот именно этот психологический фактор. Здесь должно быть именно правильность, распорядок, четкость. Тогда все будет идеально. Так вот, что мы стали замечать? Мы стали замечать следующее. У нас стоят таймеры, и свет включается в определенное время и включается так же. До этого мы приходили, включали, выключали, картина была видна. Растения себя чувствовали плохо, некомфортно. Когда растения стали получать свет по таймеру, пошли прирост, пошло цветение, пошло качественное, хорошее состояние, улучшение, когда растения начинают оживать. Вот-вот пошла картина. Потому что пошел распорядок, пошла четкая формула. Формула, когда растения начинают вовремя, в одно и то же время получать свет и уходить в спячку. Далее, то же самое по поводу этого цвета. Это я вам говорю про свет. Если бы это была Италия, то поверьте, тут бы вообще все было, цвело, пахло в кустах и в радости, и все было отлично. Что касается полива, то же самое. Если бы мы могли здесь установить капельный полив и поливались бы растения в определенное время, в определенной дозировке, то было бы гораздо веселее. Опять же, если бы у нас это был колодец, какая-нибудь вода вот такая натуральная, а не ржавая, непонятно какая, все гораздо было бы веселее. Но у нас не такая вода. У нас, что льется, то льется, спасибо. Это вода у нас техническая, к сожалению. Далее, подкормки. Есть графики. В каждых теплицах, в каждых питомниках есть график. Это то, что вот я вам сейчас говорю. График подключения света. Если это необходимо, если это Италия и Испания, это естественные природные условия. Далее, есть график полива, когда в определенное время, в определенных пропорциях поливаются растения. Дальше, в определенное время, в определенных пропорциях идут подкормки, причем идут по формуле, естественно, которую нам никто никогда не расскажет, потому что у каждого питомника есть свои секреты. И нужно это учитывать. Соответственно, то есть, если нам нужен рост корневой в зимний период, да, то, опять же, определенное время года, определенное время месяца, идут подкормки фосфора. Если нам нужно, опять же, ближе к весне, то это уже идет фосфор калий. Определенная дозировка, определенная, а не так, как, друзья мои, у нас же как, ну, сколько там я подумал, сколько-то налил, разбавил, о, отлично, ну, растет же, слава богу. Есть какие-то пропорции, да, у нас тоже есть какие-то пропорции, но нет графика, графика ухода за растениями. Если мы составим такой же четкий график, как в Европе, а там четко, не так, как у нас, ой, блин, я сегодня забыл, ну, ладно, я завтра сделаю. Нет, все четко, сегодня, значит, сегодня. Делается обработка, делается подкормка, и все, и никаких условий не принимается. Соответственно, растения четко знают, когда, во сколько и сколько они получат, подкормки, прикормки и так далее. Начинается марта, там, апрель, нужно подкормка азотом для того, чтобы пошла, то есть, в такой зимний период идет развитие корневой системы, уже весной нужно, чтобы развивалась и вегетативная масса. Соответственно, идет подкормка азотистыми, азотистыми, калийными, ну, и уже потом идут комплексные удобрения. Все идет в определенных пропорциях, в определенное время, а не так, как мы, вот еще раз повторяю, захотелось мне сегодня подкормить, ну, стоит у меня там по графику раз в 10 дней, и я подкармливаю периодически. Да, можно, вот можно составить себе график, что раз в 10 дней, начиная с февраля месяца или там с марта месяца, вы ведете подкормку, но вы должны понимать, чем вы подкармливаете и как вы подкармливаете. Тогда, вот тогда будет вот такой урожай, когда будет наличие этих факторов, факторов по уходу, свет, солнце, вода качественно. Вот опять же, да, многие начинают спрашивать, что у меня с листом, почему у меня вот такой вот лист, скручивается лист, да потому что условия меняются, меняется вода, почва, соответственно, почва становится другой, потому что все зависит от вода от полива, плюс свет, плюс подкормки, чем вы подкормили, по листу, не по листу, под корень и тому подобное, и тогда меняется вся картина, абсолютно выглядит все по-разному. Поэтому, дорогие мои хорошие, возвращаясь к теме того, что, почему очень многие говорят о том, что, первое, плоды этих растений несъедобные приезжают, цитрусы снимаете, выкидываете, неправда, ну неправда, можно спокойно есть, вымыть мылом хорошо, промыть мылом и спокойно есть, абсолютно с любого цитруса, неважно, голландские это или не голландские, нет никаких фитогормонов, нет, есть просто правило ухода, по которому в Европе строго соблюдается, строго соблюдается. Что касается повреждений и всего прочего, я вам сказала, что в Голландии, да, у них есть вот строгая градация. В Италии нам это, с Италии, с итальянских питомников привозят, ну нет там классификации этой, поэтому, что получили, то получили. Еще раз повторяю, что смотрим на бирку через призму, потому что вот этот значок говорит только о том, что европейский питомник перестраховывается, что мало ли что у вас произойдет, чтобы не было потом судебных разбирательств и претензий к ним. Вот и все, а не потому, что это действительно несъедобно. Что касается, кстати сказать, вот таких питомников интересных, голландских, нидерландских, достаточно большое количество и все они перекупы, они перекупают цитрусы, поэтому они у них дороже. Что касается, я вам говорила неоднократно, да, я привозила в пример тут же цитрину, только цитрину, она имеет свои плантации в Португалии, но теплицы также имеет свои и в Голландии, где она, собственно говоря, привозит свои растения и продает и находится, собственно говоря, у них штаб-квартира именно в Голландии, где они распределяют все эти растения по всему миру, по всей Европе. Надеюсь, что я вам про эту голландскую компанию все рассказала. Компания очень хорошая, да, то есть у них все построено очень четко, все режимно, все интересно. Что касается сортов, то есть они не напрягаются, и, кстати, сказать, у них мандарин, да, совершенно верно, мандарин у них идет под биркой, ой, мандарин, чинота, простите, чинота у них идет под биркой мандарин, то есть на самом деле, чинота, я уже когда делала ролик, говорила, что на самом деле, чинота, да никакой не мандарин. И очень многие, кстати, у нас в России путают называют чинота мандарином это вертолистый померанец это горько сладкий с кислинкой такой цитрус обалденно ароматный безумно ароматный безумно интересный и из плодов делается замечательный напиток чинота потрясающе классный цитрус необычный декоративный еще и съедобный съедобный его можно есть далее по поводу по поводу лимонов стоят бирки то есть бирки интересные бирки но это это не мера это не мера это тут лунарио карубара как отличить и по завязем смотрим по есть у смотрим по молодым приростом смотрим то есть здесь идут карубара вот это вот каруба это карубара стопроцентный карубара и есть лунарио они похожи но есть различия и про мыши сейчас скажу покажу почему собственно говоря мы приняли решение что да это мера но заодно пока иду вам покажу вот шикарный ранпур сладкий просто потрясающие вот red lime они поставили это сладкий мы попробовали это сладкий red lime и пурша пурша просто безумная кстати сказать вот обалденно вам не представить какая-то вкусная она как сладкий лимон она сладенькая с кислинкой но вот хочется съесть еще еще реально очень классный цитрус сейчас покажу малышей остался один лайм квад товарос вот у них он и написан как лайм квад то есть какие-то цитрусы они идут кстати здесь на кумквате написано гигант но я сомневаюсь что это гигант хотя листь крупный но у меня сомнение что-то гигант я думаю что это все таки просто кумкват маргарита и так во первых форма листа мировская абсолютно растет он как мира и у нас в инвойсе указан что это лимон мера плюс бутончики бутончики это мировские то есть клубара немножко другие бутоны эти экземпляры уже цветут они готовы плодоношению цветение плодоношения все не взрослые это все из этого питомника хорошенькие тем не менее все равно мы обрабатывали сегодня у нас приехали цитрусы из оскар тинтере опять же многие задают вопрос почему мы не оставляем растения на карантин у нас нет места и соответственно мы не можем отделять растений которые вновь приехали от других соответственно мы проводим обработку и ставим все в одно место либо проводим общую обработку всех растений одновременно то есть такое тоже мы делаем поэтому мы растения обрабатываем неоднократно вчера у нас была обработка растения приехали мы их обработали соответственно соответственно что мне хочется сказать и подчеркну дорогие друзья нас продолжаются отправки у нас продолжаются привозы мы в привозу таки еще раз показываю приехали у нас классный чай классный кофе плюс у нас много вкусного и вкусного много у нас впереди поэтому приглашаем вас к нам гости пишите спрашивайте задавайте вопросы что касается акции друзья у нас акции продолжаются скидки у нас продолжаются у нас опять же таки хочу вам напомнить аукционные цены то есть те цены которые у нас стоят по акциям по скидкам они уже стабильные ниже не будет то есть вот акционная цена это окончательная цена точно так же как цена по предоплате цена по предоплате которую мы указываем это цена стоимости растения с затратами на перевозку я многим объясняла но я понимаю что это никому не интересно собственно говоря как я уже говорил это все наши проблемы и они собственно не должны вас касаться так вот поверьте эта цена которая стоит по предоплате эта цена с учетом затрат на перевозку даже иногда бывает превышает но за счет того что мы вставляем цены уже цены свободной продажи мы пытаемся перекрыть всю расходную часть поэтому еще раз повторяю что цена предоплаты это окончательная цена минимальная просто минимально меньше невозможно уже просто невозможно такие вот молодые перевозки просто вам говорю когда есть постоянно определенное мы вот выработали что у нас происходит полив определенное время свет у нас включается определенное время и вот результат то есть растение начинает по-другому реагировать начинают происходить приросты и растения показывают что им все нравится им комфортно это вот что касается того что почему у итальянцев и европейцев растения приезжают с маленьким компактным листом почему они приезжают обильно цветут плодоносят и не так как у нас вот по той самой причине что все должно быть по по формуле определенной форме ли ухода ухода за растениями какой-то шикарный гибиастром просыпается какая прелесть пишите спрашивайте растений у нас много и плюс еще раз повторяю что мы ожидаем большое количество если остались какие-то вопросы пишите спрашивайте я с удовольствием вам отвечу до новых встреч пока пока а